Я пояснял, что это послание апостола Павла к Коринфянам имеет особое значение для нас. Я пояснял уже о том, что такое город Коринфянам. Он занимает особое положение, находится на перешейке большого полуострова. И у него две пристани, с одной стороны и с другой, на два моря. Это исключительнейшее положение. На вершине горы находится храм Дианы, который обслуживали тысячи блудниц. Служили блудом. Все корабли старались попасть в этот город. Жить по-корински означало жить распутно на широкую ногу. И вот в этом вертепе разврата, основанном Павлом, была церковь. И к ним он обращается. Какое общение? Храма Божия с идолами. Храм Божий, если заносилось что-то постороннее в эту святыню, человек подвергался немедленному же истреблению света земли. Даже если язычник зашел, храм немедленно закрывался. И кто сделал, он должен был умереть. Вот такая история случилась с апостолом Павлом, когда считали, что он делал тропима, язычника грекой осквернил храм. Храм был закрытый, весь город пришел в движение. Об этом мы читаем в книге Маковейской. Язычники покушались войти. Постоянные вот у них были наскоки на эту святыню. И заканчивалось тем, что ангел с неба сходил и уничтожал людей. Уничтожал правителей вражеских за святыню храма. И апостол Павел говорит, какое общение? Что общего между храмом Божиим и идолами? Идолами наполнена вся земля. Храм Божий один на всей земле. Слово храм в Гиблии встречается 421 раз. Их надо всеми ставить и проверить, просчитать и взять для себя, что храм Божий находится под особой защитой Божией. Там святыня, там приносится жертва. Тогда кровавая, сегодня бескромная. В народе известно это как причастие. Слово идол встречается 159 раз. Кумир 27 раз. Разные боги, во множественном числе, 296 раз. И каждый раз бог с гневом обращается к народу своему. Как книга Исход 23 глава 304 стигра. Не поклоняйся иным богам. И если даже жена тебе на ухо шепнет в самые приятные минуты на постели, что там хорошие боги, такие красивые, а нашего-то мы и не видели, ты утром обязан сразу же сдать ее властям. Как говорится, заложить. И рука твоя первая должна быть на нем, а если ты умолчал, ты умрешь сам. Больше всего бог гневается за то, что люди обращаются к иным божествам. Давид, попросту сказать, он куролецил в жизни. У него что попало было? Это невероятные падения, перевороты, отступления. Закон Божий попирал. Заповеди Божии ни во что ставил. Но он никогда не защищал сам себя. Он никогда не обращался к ложным божествам. Он крушил и уничтожал все. И Бог не стыдится себя называть Богом Давида, как Богом Якова. И Христос, Сын Давидов, не премудрого Соломона. Почему? А премудрый-то Соломон далеко отошел от того, что Бог заповедовал не делать. Не делать он вплотную начал это делать. Об этом мы считаем в Священном Писании неоднократно. Так говорится о том, что Соломон пошел на поводу у своих жен, у многих. И построил капище ложным богам. Четвертая книга, Сарс 23, 13. Делал ему ступки. Третья, Сарс 11, 7. И Бог прогневался на него. И как Сирахов пишет 47, глава 22, стих. Премудрость его была, как песок моря. Но ты наклонил чресло твоих женам и поработился им телом твоим. И оставил после себя безумие. Самый премудрый человек в потомках оставил безумие. За то, что уклонился к чужим богам. И через что он пришел туда? Через женщин. Какую роль играет женщина? Даже Соломона, который про женщин знал все. Его не надо было учить, что женская натура слабая, утлая, разбитая. С ней надо быть осторожным. Она не выдерживает никакого замечания. Делается бешеной, бесноватой мгновенно. Самое маленькое замечание только сделаешь, сразу же взрывается. Он знал это. Из мужчин, говорит, я нашел одного порядочного. И женщин ни одной во всем Израиле. Это человек, говорит, у которого была не просто жена, а 300 жен и 700 наложниц. Он знал, о чем говорил. И в конце концов не выдержался. Сколь велит этот грех и отступил. Бог упрекает не за жен его, а за то, что он позволил это. И дал указания. Проектное бюро чертило храмы, какие у них там были. Хамасу, Юпитеру, Венере. И этого еще было недостаточно. Жены говорили, мы в твой храм пойдем. Как обычно, на компромисс. Видимо, так было. А ты нашему сходи. И он стал ходить к этим богам и поклоняться. Думаю, что если это было при жизни Давида, он бы уничтожил его сразу. Давид был круп на расправу. Даже с родным братом Адониям он рассчитался в один раз, только намек. Почувствовал уклонение от слова своего. Об этом мы считаем постоянно в Слове Божьем. Никакого общения между храмом Божьим и идолами быть не может. Поэтому в храме, когда у нас праздники бывают, чтобы даже цветы никакие искусственные не заносились. Только естественные. Какие бы они бедны бы не были. Даже патриарх Алексей Первый, Семанский, и то говорил об этом. Чтобы иконы не украшали искусственными цветами. Это же не покойники. Бог наш живой Бог. Нетрудно же это понять. А далее апостол Павел внезапно говорит. В Новом Завете храмов-то ведь нету никаких. А вы храм коринфянный. Вы, хотя у вас есть такое блудодеяние, которое даже в мире не слышно. А то он к ним пишет в пятой главе. Вы храм Бога Живого. Как написано, вселюсь в вас. И не просто вселюсь, а буду ходить. В храме ходить. Значит, к сердцу, к печени, к мозгам, к жилам, к сухожилиям. Все, что в человеке есть, все освещается Богом и Юговой, сущим всегда вовеки. Итак, что общего? Между миром и нами он переводит. Отделитесь. Не прикасайтесь. Не то, что Новый год. А можно я с тасарами подругами. Мы когда-то работали вместе. Они на пенсии хорошие. А можно я Новый год с ними встречу? Верующий такой вопрос разве может задать? Если даже ты жена, и муж тебя принудит где-то быть, ты будешь среди них выделять себя, как святая Шушаника. Ее муж принуждал. Она сидела, опустив глаза, и молилась. И муж больше никогда не стал ее брать. В конце концов, заточил ее и скормил мышам и ушам. Она отреклась от всего. Ну, по-нашему сказать, Шусанна. Слово Божие говорит так. Этот мир вокруг нас, он прелюбодейный. Весь. А там браки законные, прелюбодеяния. Прелюбодейный. Апостол Яков, 4 глава, 4 стих говорит. Дружба с миром есть вражда против Бога. Да я не хочу против Бога враждовать. Я люблю Бога. Я кланяюсь, Библию в руках держу. Но дружба с миром – знак равенства. Остальное может ничего не говорить. Тебя тянут прежние рестораны, кафе, где ты был. Это ты непрерывно все еще тянешь до хлятину ту, что у тебя была. Ты все еще утопаешь в этом. А название этим людям – прелюбодеи и прелюбодейцы. Это духовный разврат. А всего только дружба с миром. А как? Если ты уверовал, ты должен всем засвидетельствовать. Я жил на этой земле так же, как все люди. Я первым делом написал. Всем до одного. Все до одного отвернулись от меня. Один человек только два письма написал и отошел. Все понятно. У тебя заскок какой-то произошел. Такой был душа общества. Всегда рассмешиваешь. Такой юмористый. И вдруг Бог. И то нельзя, другое нельзя. Да какой-то Бог-то ваш злой и жестокий. И указывает на стариков, которые и в карты играли, и веселились, и гуляли, и были верующие, и в храм ходили. В книге Исход, 20 глава, 14 стих, сказано. Заповедь не прелюбодействуй, не изменяй. Это заповедь осталась в силе. Говорят, а как же в Ветхом Завете было одно, а в Новом другое? Ничего другого нет. В Новом Завете поднято только на высшую ступень. Если там имелось в виду прелюбодеяние, измена жене, то сегодня имеется в виду измена Богу, измена Духу Святому. Вот это и есть прелюбодеяние. В Слове Божьем мы находим это слово, встречается 62 раза прелюбодеяние. И 186 раз слово блуд. То есть Бог ненавидит этот грех. И святые говорили, плотское развращение, соитие, есть самый страшный грех, более всего поражает мозги. Почему сегодня такие бестолковые, дети такие глупые? Потому что живут развратно. Вся сила сатаны сегодня брошена на то, чтобы людей утопить в разврате. Пророк Михей 6 глава 8 стих говорит так. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. А что требует от нас Господь? Поступать справедливо, творить дела милосердия и ходить смиренно-мудренно перед Богом твоим. О, человек, это нетрудные заповеди ходить смиренно-мудренно. Не строить из себя идола. Когда человек неприкасаемый, это значит он как бы говорит. У меня все в порядке, я достиг вершины, меня не обвечайте, не трогайте. Вот ведь смысл-то какой. А христианин даже несправедливое замечание услышит, он обязательно поблагодарит. А если он не такой, он внутренне порадуется. Господи, уже от этой беды ты меня отвел, я уже на другой ступеньке стою. Закрепи меня, меня обвиняет вчерашнего, я сегодняшний уже не тот. Благодарю тебя, Господи. Слово обида, это не христианское слово. Слово обида означает то, что еще не умерло, а оно должно быть выброшено. Ты все еще тащишь за собою. Вот что оно означает. Обида. Когда человек воспоминается за дело Божие, Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспоминялся. Это свято. Это человек ревнует о деле Божьем о спасении. Но когда ты лично за свой авторитет, да не авторитет, а твое грешное «я», и так болезненно воспринимаешь, не сделай замещание, значит ты первый шаг даже не сделал, христианство. Первый, маленький шажок сделай. Отвергни себя, свое «я» растопчи. Как Захарий Аминак сорвал себя с купейку и ногами начал топкать. Вот так, пока, говорит, не растопчешь. Простенькое дело. Ты забыл, кто ты такой? Сними себе головной убор платок и потопчись на нему и скажи, вот так, вот так тебе надо. Пророк Захария, 8 глава, 19 стих, говорит, любите истину и мир. А как ее истинно-то любить? А вот мы сейчас слышали, блаженное, и говорит, кто? Ищущие правды, алщущие правды, ибо они насыпятся. А какой правды? Не только мировой космической правды, но правду в отношении самого себя ищем. А самой поступили несправедливо. А нужно сказать так, что бы обо мне не сказали, в духовном плане это все справедливо, как Ава Агафон говорил. Назвали блудником, да, так и есть. Умом услаждался, ходил. Вор, да, вор. Сколько зря времени у Бога своровал. И где только я не блуждал, куда его не растратил. Убийца. Да ненавидящий брат, а еще лук-убийца. Ведь было же когда-то желание недоброго пожелать. Вот такой брат, да поскорее будет куда-то. Да что бы ему повылазило? Убийца. Любой грех, какой бы на нас ни возложили в обвинении, мы с легкостью можем доказать, что это так. Кроме одного обвинения в ереси. Евангелист Иоанн в первое послание, 2 глава, 15 стих говорит. Не любите мира и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви в очереди. Любовь к отцу небесному, кто любит Бога. На первом месте. Но она уничтожается любовью к миру. Все, что там мы любили, одеваться, покрасивее, квартиру украшать. Все, что мир любит, вот посмотрите, что они афишируют, что пропагандируют. И если это в нас есть, мы любим мир. То есть нам средства не позволяют. А я бы еще, знаешь, как завернул-то? Я бы себе таких там фонарей понавешал. Вот сейчас пишут в газете. У кого много денег, собакам завивку сделать. Из Германии везут в Бразилию. Там только один есть такой парикмахер, который может собаку сделать. 400 тысяч долларов за одну поездку тратиться. Это уже не безумие, это полное сумасшествие совершенно, когда люди умирают от голода. 80 тысяч человек от недоедания ежедневно умирают на земле. А люди тешатся с животными, целуются с ними. Кто любит мир, в том нету биочи. И не поясняй, и не говори, что ты любишь Бога. Любящий Бога первым делом отвергается от мира. А мне все это противно. А если верующий продолжает еще бриться, еще волос их ной красят, еще подбреваются, еще завивки разные делают. Это не мирское. Ты так хочешь украшаться. Петр говорит, не внешние украшения, не внешние плетения волос. Так это и есть, но не обязательно говорить. Плетение, это и завивка, и все остальное. То где она, любовь к Отцу-то небесному? А в нас должна быть любовь Отче. Те же чувствования, что во Христе Иисусе. Псалмопевец Давид 119 стих говорит так. Он растащил, раздал нищим, и правда его пребывает вовек. Все отдало, правда осталось. Вот с этой правдой надо входить в храм Божий. Облегченный режим, это не тогда, когда кармана нет, платочек положить некуда. Сатана обокрал женщину, смотрю, кто за рукава толкает. Даже уму не постижима. Как это так можно не замечать, что это уже полностью ты обкраден? Я ничего не могу сделать. Сколько ни бить, куда попало толкать? Ни одного кармана нет. А ты один раз услышал, себе это сделал. Поступай по правде. В каждом шаге я ищу правды. И ищущие правды, жаждущие, алчущие, они насытятся. Насытятся исполнением законе Божьем. Евангелист Лука, 15 глава, 13 стих, говорит о блудном сыне, который по прошествии немногих дней, собрав свое имение, ушел вдаль и там, живя распутно, распащился. Это состояние человека после крещения. То есть он соединился с миром. Это означает, у него были идолы, любимые друзья, любимые женщины, любимая выпивка. Это все кумиры. И растащил, живя распутно. Концовка какая его была. Если самый маленький дьявол позволил в нас где-то держать, один гвоздь забитый, он на этот гвоздь будет вешать такое, что ты задохнешься от зловония. Один только гвоздь. Я дом продаю, но один гвоздь в этом доме, говорит, будет мой. И он хозяина выживет. Он будет валищую требуху вешать, каждый день приходить. Но это же мой, моя территория, я ее купил. С сатаной разговаривать не надо. И бороться нужно только до победы. С миром тоже разговаривать ни о чем не нужно, а только о Христе. По второму послании Коринфянам, 9 глава, 9 стих, апостол Павел повторяет это же слово. Человек, любящий Бога, растащает все, чтобы пребывала правда его, правда, которая вводит его в вечность. И мы говорим по апостолу Павлу, чтобы совершать святыню в страхе Божьем. А что такое святыня? Слово святыня в Библии встречается 126 раз. Мне пришлось все их заново пересчитать. Святыня в Ветхом Завете называется храм, жертвоприношение, празднование, суббота, все, что касается Бога. Место поклонения. В Новом Завете апостол Павел говорит в страхе совершайте святыню. Святыня уже называется не место определенное, а ты, ты храм. И совершать спасение святыни означает доводить себя до совершенства, украшать этот храм, чтобы предстать перед Богом очищенным и неоскверненным. Сверах 3 глава 4 стих говорит о том, что люди легкомысленные оскверняют святыню. Осквернение святыни происходит там, где грязь. Если на чистом находишься, ты никак не запачкаешься. Это опять сворачивает нас к миру. Какое общение мира и верного и неверного? Ответ стоит. А ответ-то мы должны, вопрос стоит, а ответ один, никакого. Решительно. Производственное, да, тут мы никак, на уровне производства. А это дружба, тяготение, близость. Матфея 7 глава 6 стих говорит, не давайте святыни псам. Павел говорит, в страхе совершайте святыню спасения. А здесь не давайте святыню псам. Что он называет святыней? Слово Божие, которое Бог нам доверил. Мы должны его хранить, нести для других, не отдавать его на поругание. Слышим ложное толкование сектанта, перетеков должны восстать, а не топчутся ним. С кем бы вы ни разговаривали, постарайтесь каким-то образом, наводящими словами узнать, а как они исповедуют Господа, как они относятся к невесте Христовой. Два вопроса. Первый, признает Христа за Бога или нет? Все время этот вопрос держите. Если не признает за Бога, еретик. Если признает за Бога, второй вопрос. А церковь ты признаешь или нет? Если он признает церковь, которая основана апостолами Христом, мы уже вплотную подошли к единению с ним. Мы можем обо всем разговаривать. Все остальное второстепенно. Он будет показывать два пальца, три. Мы скажем, молись, как ты молишься. На спасение это не повлияет. Святыня для нас. Христос и Библия. Два слова. Все время повторяй. Сохранить святыню – это вера во Христа и неповрежденном Слово Божие. В послании к римлянам, 1 глава, 4 стих, апостол говорит так, что это открылось нам в Сыне Его, в святыне явление. Опять же о Христе. Слово «святыня» в Новом Завете встречается всего где-то три раза. И первое, описанное Кийцем, 3.13. Чтобы утвердить сердца наши непорочными во святыне. Святыня называется наша вера. Я мыслю, что это вера православная. Другой скажет, а я думаю, что она католическая. Но где бы ни был человек, он должен находиться в церкви, где есть рукоположное священство. Твердо держаться принципа отделения. Вот уходим отсюда и через неделю подведем итог. Сколько раз я имел общение с миром? Сколько раз разговаривал по телефону со старыми друзьями? О чем говорил? Как на работе веду? Пользуясь ли я моментом засвидетельствовать им? И ищущие правды насытятся свидетельством о Господе, любовью к Нему, сохранением святыни, над которой Бог нас поставил стражами. Вот что мы находим в сегодняшнем отрывке, который считается во всех православных храмах. И люди, выходя из храмов, никакого понятия не имеют, что являются самыми настоящими идолопоклонниками. Кто бы ни пришел, какой бы ни был, скорее его к чаше, скорее ему лоб помочили, то есть такого разложения, расхолажения в народе, можем сказать, только в еврейские времена было. Когда на весь Израиль был один священник, на всю Самарию один священник, и у народа Божьего не было ни одной Библии, ни одного экземпляра, и случайно нашли только, когда выбирали деньги. Это вот сегодняшнее состояние всех православных. Почему мы должны ценить то, что у нас есть? Чтобы Бог даровал нам понятие о храме Божьем, о святыне, которую Бог заповедал нам хранить, до смертного нашего часа. Аминь. Аминь.